Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сеопульт ТВ. С вами я, Любинцев Роман, специалист отдела автоматизации и аналитики компании MediaGuru. Сегодня речь пойдет о Google покупках. По роду деятельности я часто сталкиваюсь с этими компаниями, провожу их аналитику и оптимизацию. В частности, мы поговорим о последних новинках в данной области и о тех инструментах, которые предлагает нам Google AdWords и Merchant для оптимизации рекламных компаний. В октябре месяца 2016 года Google закончил тестирование сервиса Google покупки и выкатил их в официальный релиз в России. Так выглядит Marketplace. Мы видим торговые предложения с изображением. Также мы там видим название товара, цену и название магазина. Также присутствует несколько фильтров. На данный момент их немного, но поскольку это продукт компании Google, изменения не доставят себя долго ждать. Также напомню, что помимо основного маркетплейса, Google покупки показываются и на поиске над органикой, где мы также можем увидеть название товара, цену и название магазина. Перейдем к изменениям, которые затронули спецификацию фидов товаров. И первое это изображение. Теперь для предметов, не являющихся предметами одежды, минимальный размер изображения стал не менее чем 100 на 100 пикселей. Для предметов одежды в этом отношении ничего не изменилось. Их минимальный размер должен быть по-прежнему не менее чем 250 на 250 пикселей. Напомню, что Google рекомендует использовать изображение не менее чем 800 на 800 пикселей. Для того, чтобы пользователь до того, как перейти к вам на сайт и совершить покупку, четко видел и понимал и представлял себе, что за товар вы рекламируете. Следующий атрибут, который затронул изменения, это Google Product категории. С помощью этого атрибута вы можете указать ту категорию товаров согласно классификации Google, к которому относятся ваши предложения. Если вы будете использовать данный атрибут, то ваши предложения будут показаны только тем пользователям, которые в них заинтересованы. Изменение заключается в том, что для категории одежды, аксессуары, средства информации и программное обеспечение данный атрибут стал обязательным сентября 2016 года. Следующее изменение коснулось атрибута GTIN, который стал обязательным для России. GTIN это международный код маркировки и учета логических единиц. Прежде всего, его внедрение направлено на борьбу с контрафактом и для того, чтобы защитить пользователей и производителей от того же самого контрафакта. Использование атрибута GTIN согласно исследованиям Google для продавцов сулит следующими преимуществами. Использование этого атрибута позволяет увеличить частоту показов, также уточнить таргетинг и увеличить охват аудитории. Также недавно Google реализовал программу, которая называется «Отзывы клиентов». Благодаря этой программе Google собирает отзывы покупателей о магазине, на основе которых высчитывается рейтинг, который в свою очередь магазин может разместить у себя на сайте для увеличения доверия к магазину. После покупки пользователю в рамках диалогового окна будет предложено пройти опрос, после чего ему поступит опросник на почту, заполнив который пользователь выставит оценку магазину, из которых потом рассчитывается суммарный рейтинг данного магазина. Для того, чтобы принять участие в данной программе, необходимо, чтобы соблюдалось три требования. Первое. Это на все страницы вашего сайта можно разместить JavaScript код. Второе. Эта страница, страница с каждой покупок должна быть на URL вашего сайта. И третье. Страница завершения покупки должна быть зашифрована, то есть ее можно открыть только по протоколу HTTPS. Не так давно Google произвел редизайн Google Merchant Center, в результате чего Merchant Center стал черного цвета, а также изменилось меню навигации. Параллельно с этим был добавлен наиполезнейший инструмент, который называется правило преобразования фидов, благодаря которому вы можете изменить любой текущий атрибут в вашем прайс-листе, либо же добавить новый по своему усмотрению, исходя из ваших требований. Для того, чтобы пример использования этого инструмента был более понятина, совершен в памяти такое понятие, как метка продавца или же атрибут Custom Label, благодаря которому продавец может разделить, выделить отдельные группы товаров, например, это сезонные, наиболее маржинальные, самые продающиеся или просто разбить товары по цене для дальнейшего удобства установки ставок на отдельные группы товаров. Итак, в данном примере мы разбили по цене ассортимент магазина. Соответственно, из условия, если товар стоит меньше 10 тысяч рублей, ему присваивается значение атрибула Custom Label до 10 тысяч. Аналогично для диапазона от 10 до 50 тысяч мы разбили по цене и присвоили значение атрибута от 10 до 50 и точно также для товаров от 50 тысяч. Благодаря этой разбивке мы сможем выставить соответствующие ставки на эти группы товаров, исходя из их стоимости. Для магазинов крайне важным является поддержание актуальной информации о наличии и цене товара. Для этого на помощь к нам приходит инструмент, который называется автообновление сведений о товаре. Для того, чтобы его использовать, необходимо на своем сайте разместить микроданные, а также активировать эту функцию в интерфейсе Merchant Center. Для того, чтобы проверить, правильно ли вы установили микроданные на сайт. Существует инструмент, который называется «Проверка структурированных данных» в Google Search Console, где вы указываете ссылку на интересующую вас страницу, нажимаете кнопку «Проверить» и через несколько секунд система выдает вам ответ, существуют ли какие-то ошибки в микроданах, либо же их нет. Зачастую Googlebot, который приходит к вам на сайт и проверяет информацию о товарах, не может к вам попасть на сайт из-за ограничений в файле robots.txt. Чтобы этого избежать, необходимо проверить файл одним из инструментов, которые доступны в сети. И в случае, если вы обнаружили, что одно или несколько правил блокируют индексацию URL, обратиться к коллегам из SEO-отдела, либо же к веб-мастеру для устранения причин блокировки. Далеко за примером ходить не будем такого инструмента. В Google Search Console есть инструмент, который называется «Посмотреть как Googlebot», где вы указываете ссылку на интересующую вас страницу, не забудьте выбрать устройство мобильное, нажать кнопку «Сканировать» и через несколько секунд вы получите ответ, индексируется ли данный URL или нет. Перейдем к рассмотрению тех инструментов, которые предлагает нам Google AdWords для того, чтобы сделать ваши компании наиболее эффективными. И первое, о чем хочу сказать, это обострение, которое называется «Управление дневным бюджетом». В текущем варианте примера у нас установлено текущее значение дневного бюджета 1600 рублей, который приносит нам 36 конверсий и расход в 11200 рублей. Если мы увеличим дневной бюджет на 800 рублей, мы при этом будем получать 45 конверсий и расход вырастет чуть менее чем на 3000 рублей. Исходя из ваших целевых показателей, вы можете принять решение о том, чтобы увеличить дневной бюджет, либо же наоборот его сократить. Если мы перейдем глубже внутрь компании, Google AdWords позволяет нам разбивать товары по группам. По стандартной классификации Google, либо же используя метку продавца, о которой я уже упоминал. Соответственно, на каждую из выделенных групп можно задать индивидуальную ставку для того, чтобы максимально увеличить эффект от продажи той или иной продукции. Также стоит выделить два столбца, которые называются процент полученных и потерянных показов сети. Показатели этих столбцов позволят вам оценить, насколько эффективна выставленная стратегия на ту или иную группу товаров. Если же по какой-то причине вы не можете самостоятельно определиться со ставкой, или же хотите узнать, что сулит вам ее увеличение либо выжимчание, можно воспользоваться инструментом симулятор ставок. В текущем примере выставлена ставка 18 центов, которая приносит нам 1760 показов и 41 клик. Если мы увеличим, находимся на графике мы вот здесь сейчас, при расходе чуть более чем 4 доллара. Если мы увеличим ставку в 4 раза, то при этом мы начнем получать 3100 показов и 90 кликов. Но стоит отметить, что при этом сильно возрастет доход. Соответственно, стоит выбирать ставку исходя из ваших целевых показателей, из тех показателей, которые вы хотите достичь и исходя из вашего прежде всего дневного бюджета. Также Google позволяет включить опцию, которая называется оптимизатор цены за конверсию. Если вы включите данную опцию, Google будет автоматически корректировать ставки в тот момент, когда конверсия будет наиболее вероятна. Использование этой опции позволит увеличить конверсионность и эффективность вашей рекламной кампании. Помимо этого, Google дает возможность использования еще нескольких автоматических стратегий управления ставками. Наиболее интересная из них – это целевая рентабельность в инвестиции. Для того, чтобы воспользоваться этой стратегией, необходимо создать новую пакетную стратегию, указать целевую рентабельность в инвестиции. В данном случае у нас установлено 500%, то есть каждый рубль, вложенный в рекламу, должен принести вам 5 рублей. Важное замечание, что данная стратегия будет работать только если у вас более 100 конверсий за 30 дней. Используя все новинки, которые предоставляет нам Google, используя те фичи, о которых я говорил, по интернет-магазину зоотоваров нам удалось достичь следующего результата. Бюджет на компанию был выделен в 48 тысяч, при этом количество кликов мы получили практически 9 тысяч, при средней цене кликов – 5 рублей. Коэффициент конверсии составил 1,82%. Мы получили 181 транзакцию, стоимость этих транзакций стала 264 рубля. И даваловый доход с транзакцией – почти 700 тысяч рублей. Запросив данные по маржинальности товаров магазина, мы высчитали ROI и показатель составил 190%, что является очень неплохим показателем для интернет-магазина данной тематики. И в заключение хотелось бы дать несколько советов для того, чтобы ваши компании были наиболее эффективны. В первую очередь это следите за последними новостями. Это касается не только Google покупок, но и всех остальных площадок, чтобы всегда оставаться в тренде и использовать все последние инструменты, которые предлагают вам рекламные площадки. Второе. Используйте инструменты Google Merchant Center и AdWords для эффективного управления ставками и бюджетом по вашим рекламных компаниях. Разделяйте продукты на группы товаров для того, чтобы управлять ставками или выносить их в отдельные компании, если того требуют ваши целевые показатели. И также используйте автоматические стратегии назначения ставок, тестируйте, не бойтесь их использовать. Зачастую они приносят очень хороший результат. Собственно, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, можете задать их в комментарии по данным видео, либо заходите в нашу группу в Facebook, или же можете написать мне на почту, которую вы сейчас видите на слайде. Спасибо за внимание. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» как там там «Симон» Симон «Симон» Продолжение следует...